Опыт не всегда равен резвости. Одна из самых старших участников конкурса Елена Зарытова, а самый последний, готовит булку к выпечке. У меня главный секрет. Я тесто выкашиваю до определенного момента, чтобы оно к рукам уже не липло. Поэтому я долго задержалась. Не спешить можно, а никто не осудит. Пекари не спортсмены. Да и секрет приготовления у каждого свой. Казалось бы, рецепты по канонам, но одни и те же булочки у двух авторов получаются совершенно разными. И не только внешне. Александр Никитин дома готовит черемуховые плюшки с переплетением теста. Здесь оригинальничает с кунжутом. Супруга Светлана поддерживает его, но сегодня в ранге соперника. Каждый сам для себя. Вот как думаете, не долго победить? Дружба, дружба. Нет, я думаю, что муж победит. В 2018 году мы определили самое лучшее зерно. Это в Приобской почвенно-климатической зоне. Восточная Кулунда, западная Кулунда, к сожалению, показала не очень результаты в прошлом году, ввиду того, что, конечно, климат подвел, было много дождей. Жесткое зерно превратить в нежнейший хлеб – тоже навык. Его определяют как раз на таких конкурсах. Булку черкезовскую, сдобную, с помадкой, свердловскую, нарезают ломтиками, как элитные сыры. И никакой усмешки. Испечь не только вкусную, но и правильную булку, чтобы слои теста рассыпались в руках. Искусство, хоть и технологическое. Правильно произведено слоение, в первую очередь, теста. Правильно произведено брожение, форму. Закладка сырья соблюдена. Кстати, предвзятости на этом конкурсе быть не может. Каждая булка зашифрована. Интригу сохранят до августа, тогда в крае и узнают имя лучшего пекаря. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.